Сколько стоит девка на трассе? Ужасная дорога, просто ужасная. Вот она, бетонка. Прокладки между работодателем и водителем. Неблагодарная работа сейчас получается. Привет, друзья, я Миша, и месяц назад я был на Ямале. Я снимал, как там живут простые люди. Многих шокировал мой репортаж. Ролик набрал более миллиона просмотров. Никто не ожидал увидеть в официально самым богатом регионе России дома из бочек и незамерзающее озеро говна. Никто, кроме жителей Ямала, они начали писать мне, Миша, ты был в самых благополучных наших местах и самой лютой жести еще не видел. Приезжай в поселок Урингой. Вот там шок будет даже у тебя. Я загуглил, и правда, Урингой это такой срез умирающей России. В поселке не осталось вообще никакого производства. За 10 лет численность людей в нем снизилась наполовину с 20 тысяч до 10. А те, кто остался, просто не могут уехать, потому что из Урингоя нет ни одной дороги на большую землю. Ни автомобильной, ни железной, ни тем более самолета. Единственный шанс выбраться отсюда, это переправа через реку. Я понял, надо ехать. И вот я снова прилетел на Ямал, и сейчас пойду стопить машину до этой переправы. Посмотрим вместе с вами на реальную Россию. Досматривайте этот ролик до конца и поехали. Досматривайте этот ролик до конца и поехали. Полчаса уже стою, машины проезжают мимо, обдавая меня песком, грязью. Никто не останавливается. Обычно все-таки это быстрее происходит, сколько я путешествую по Новой Зеландии, по России, везде. О, а вот, кстати, так и говоря, зря я начал гнать. Привет! Мне в сторону Урингоя старого. Доедем? О, отлично. Ребят, 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 только я начал говорить, сразу поймал машину. Мне там еще дрон запущен. Надо его сейчас как-нибудь приземлить. Ладно, проедемся и приземлю. Я Миша. Олег. Куда едешь? Екатеринбург. Из Нового Урингоя в Екатеринбург? Это сколько уж надо ехать? Около двух тысяч. Две тысячи километров. И как долго ты будешь ехать? Шесть. Шесть дней? Две тысячи километров? Со стоянками, да? А ночуешь прям... Так, округ не дает быстрее ехать. А, это штука, которая замеряет, сколько ты можешь ехать, да? Сколько часов могу ехать? С какой скоростью? То есть какие-то нормативы у тебя есть? А какие? Девять часов, не более девять. Девять часов, либо два раза в неделю я могу десять часов. Ты можешь ехать только девять часов в день? То есть ты девять часов в день едешь и пятнадцать часов отдыхаешь? Четыре с половиной часа я должен проехать, отдых. И еще четыре с половиной, и все, и дальше отдыхать. А вот эта штука записывает то, как ты едешь, верно? Да, там моя карта находится. А можно ее посмотреть? На ходу не могу вытащить. Хорошо. Там фотографии. Ну, обычный, как права, так, с чипом. Поставляешь, он написывает, на эту карту все. А полицейский может остановить и проверить? И наказывает. И что он сделает? Штраф. Какой штраф? От тысячи до трех. Ну, вот а чем ты занимаешься, когда ты отдыхаешь эти 15 часов в день? Ну, допустим, 8 часов ты спишь. Хорошо. Остается у нас 7 часов. Телевизор. Телевизор у тебя здесь есть? Ну, я смотрю, у тебя здесь, если честно, целая квартира, да? Друзья, посмотрите, только посмотрите, да, здесь свет есть. Здесь двухэтажная кровать. Причем первый этаж полутораспальный, да? Такой большой. Ну, средний между полуторкой и двушкой. Да, средний между полуторкой и двушкой даже. Чуть-чуть больше полуторкой. Класс. То есть сюда два человека вылезают? Легко. А часто два человека на трассе влезают в одну кровать? С женой езжем. С женой ездишь? Серьезно? Бывает, летом. Зачем? Ей интересно посмотреть. Ей нравится? Она, наверное, боится, а не отпускает тебя. Все эти истории про дальнобойщиков, которые прям женщин на трассе хватают. За 27 лет уже, Легко, уже привыкли. Не было такого? Принципы другие немножко. Принципы? А, то есть ты не из тех. А миф вот этот правильный о том, что... Ну, почему нет? То есть если работают на трассе, почему бы и... А сколько стоит девка на трассе? Честно говоря, не знаю. Даже не знаешь? Не знаю. Ты прям какой-то неправильный длиннобойщик. Может, ты еще не пьешь? Пью. А, ну все, все, моя... Ты же женат уже пятый раз. Четвертый. Не будет пятого? Нет, все, короче. А почему так много? Предупреждать надо жену, когда домой приезжаешь. А-а-а. Так, все четыре раза? Все три раза так было? Да нет. И сам-то говорит, как если всю жизнь за рулем, не всем это нравится. Я тебя понимаю. Ладно, продолжим обзор этой квартиры. Висит у тебя ковер на стенке. Это дань чему? Дань традициям? Или для чего он висит? Ну, красивый, эстетичный. Тепло. А на втором этаже что? Ну, когда кто-нибудь едет, вообще вещи. Вещи? Смотри, у тебя там мигалка, я смотрю, кастрюля. Вот небольшая кухонька импровизированная там. В Лондон. Чай, а баллон еще газовый даже есть. Вот, слушай, насчет газа вопрос у меня. Ты сам откуда? Из Тюмени. Из Тюмени. Здесь же весь российский газ. Вот в Тюменской области, в Ямал-Ненецком автономном округе, да? Да. А почему вы не ездите на газу этом? Почему вы ездите на бензине, на солярке, на дизеле? Ну, легковая ездит, две легковые, обе на газу. Значит, для этих машин, наверное, сложное оборудование и нет, и не может быть. То есть, КамАЗы наши российские машины, у них есть оборудование для газа. Ну, вообще, было бы неплохо, если бы на газу дешевым ездили машины. Ну, не дизеля. Ну, просто любые машины. Ну, я согласен. Слушай, а мы проехали, вот, только что мост, там было ограничение 18 тонн. Вот ты что везешь сейчас? Какой у тебя груз? Авиадвигатель. Авиадвигатель? Ничего себе. Для чего? Ну, на газовом каком-то высторожении, что-то, я не знаю. Перекачиваю газ, наверное, им. И сколько он весит? 12. А машины сколько весят? 14. То есть, получается, 26. Получается нарушение, что мы проезжаем мосты с ограничением 18 тонн на машине, которая весит 26. Дип-дуде становится возле такого мостика и наказывает деньги, которые утомляют. Штрафуют себе в карман, да? Ну, друзья, если честно, ну, откровенно, какой-то дебилизм. Стоят мостики с ограничением в 15-18 тонн. При том, что это единственная дорога, которая связывает Новую Рингуэ с материком. И, ну, вот как фурам, которые довозят товар, да что угодно, которые возят, вот, авиационные двигатели в ремонт, как им ехать вообще отсюда, хоть куда-нибудь, потому что по правилам дорожного движения они не имеют права такие мостики переезжать. Давайте предположим с вами логически, что это может быть, с чем это может быть связано. Возможно, просто мостики такие хиленькие, что они могут обрушиться, и если что, была виновата фура. Снимает с себя ответственность, я думаю. Ну, это же подло. Вот, друзья, в России 21 века дорожники снимают с себя ответственность тем, что рисуют такие знаки, которые им выгодны, а не которые выгодны региону, например, Ямалу. Нет, ну, вот действительно, посудите, обычная груженая фура сколько весит? Обычная. Обычная груженая фура, допустим, едой, не знаю, молоком. Ну, 20-35. То есть, 35 тонн, 20-35 тонн весит груженая товаром фура. И она не может сюда попасть по правилам, потому что стоит ограничение 18 тонн. В каком регионе самый плохий дорогой? Красноярский край. Сейчас хоть и середина июня, но снег сошел только пару дней назад. Это была очень длинная зима на Ямале. Я, если честно, планировал приехать, заснять зиму в июне и показать ее вам. Но вот за два дня до того, как я сюда вернулся, снег сошел. Сейчас температура резко повысилась до плюс 20 градусов, хотя еще плюс 30 градусов уже. На улице 30 градусов. Сколько было пару дней назад? Пару дней назад три. Температура резко повысилась на 30-ник. Весь снег за эту долгую зиму, которая выпал, растаял. И мы сейчас едем как будто через море по узкой полоске дороги. А по краям, по бокам то тут, то там гигантские водоемы. Из них прямо торчат деревья и столбы линий электропередач. Действительно, как будто едем в океане. Зрелище потрясающее. Мы выехали на какую-то супер ужасную дорогу. То есть это та же самая трасса, единственная трасса, ниточка, которая связывает новую Оренгою с большой землей, с материком. Но это просто ужас. Это бетонка, то есть это бетонные плиты, которые стык в стык друг к другу подогнаны. Должны быть. На самом деле они когда-то были стык в стык, но сейчас они плавают, они поплыли. И прыгаешь, просто прыжки. Раскрошились. Раскрошились они. И мы по ним прыгаем, как будто лягушки какие-то, путешественницы, не знаю как назвать. Скажи что-нибудь про эту дорогу, Годик. Ужасная дорога, просто ужасная. С виду кажется, что она ровная, но на самом деле это не так. Плиты длиной метра по 3-4, и каждая стоит неровно по отношению к соседней. То есть это безостановочные прыжки, тряски. Хорошо, что вот здесь вот на этой машине пневматические сидушки. То есть мы не собираем все эти перепады своей задницей. Большое спасибо за это производителям, которые предусмотрели. Это как будто они знали, что когда-то эта тачка будет ездить по российским дорогам. Да, и это очень пригодилось бы. Потому что если ехать на КамАЗе, вот что будет, если ехать на КамАЗе по такой дороге? Ну у меня слов нет, я вспоминаю время, когда я ездил на КамАЗе. Поехали. Как, ты потом нормально выходил или скручившись? Да, как парализованный ходит. Ну вот сейчас вот откорочаем участок до Буровска, 117 километров. Дорога убитая практически, просто кошмарный убитый. Вот, плити провалились. И просто там действительно едешь километров. Если сейчас мы едем еще километров 60-70, то там это километров 35 будет ехать почти. Плити проваливаются, получается нырки. И чтобы успеть среагировать, приходится подихонечку ехать. Каждый мостик – это трамплинчик, которым надо сразу сбегать скорость, чтобы я не подбросил. Там арматура торчит, женщина, да? Все торчит. Плиты и порушились, если в общем-то эти места, эти участки знаешь. Поэтому там действительно просто перекатываешься, переваливаешься. Помню свой самый первый рейс, я спрашивал по рации, ребят кричал, говорю, что-то, что-то так вообще. Да куда идет такая дорога? Они сказали, что первый раз? Говорят, ну вот так и так. Ну и тут еще от скорости. Вы смеялись, знаете, вы первый раз новичок? Нет, нет. Просто спросили первый раз ехать или нет. И просто сказали километров. То есть все прекрасно понимают, что кто-то когда-то попадает первый раз на эту дорогу. И сказали, сколько километров этой дороги, где получше она будет. Предупредили насчет мостиков. То есть я увидел надпись «Ручей» сбрасываю сразу скорость. Иначе как на трамплине тебя подбросил. Был вот момент, где просто подбросил и выбросил. То есть он сам оказался в кувете, а прицеп у него стоял полностью. Вот это вот одна полоса, половина дороги. Вот прицеп был наметен и перегорожен. И уже когда стемнело, когда стемнело, куда мог приехать? Вот, пожалуйста. Он мог ехать кто угодно, поэтому тут я позвонил уже опять в службу спросения. И говорил, что на таком-то километре машина аварийная стоит, перекрыла дорогу. То есть если ехать на ближнем, ее увидишь просто в последний момент. То есть его на плите подбросило и выкинуло? Я предполагаю, скорее всего, что да, было скользко. Его подло на плите на норке, скорость не сориентировала. Просто выкинуло и все, он уткнулся, а прицеп на дороге стоит. Вот, тоже был участок, где-то в районе Севдарма, по-моему, здесь он недалеко ехал. Обратил внимание, что стоит Вольво, значит, грузовик, дура, тентованная. И парень греется, сжег свои колеса. То есть снял колеса и сжег их? Ну, запаску с него вряд ли свою, запаску, наверное, сжигал. Ну, видно было, что вот, чтобы согреться. Вот. Блин, ребят, это просто, это что-то невероятное. Сейчас вы увидите, как выглядит дорога. Вот она, бетонка. Потрясающая суперская бетонка из материка с большой земли в Новую Уренгой. Сюда помещается моя нога, легко. Вот, поглядите. То есть я могу туда даже спрятать носок. И таких участков полно. Ребят, я целиком. Я целиком в ней помещаюсь. А вот и озеро. То есть на картах его нету, конечно. Это просто лес. Но он превратился в небольшое озеро. А сейчас со сходом снега. Так, интересно, как пройдет КамАЗ. Там, навстречу КамАЗ едет. Как он пройдет эту дыру? Давайте с вами посмотрим. Как профессионалы по таким дорогам ездят. Ты бы как прошел? Между колес. Между колес? Ну-ка. Длинномер еще к тому же. Просто он прошел ее как гусеница. Да. А как ты относишься к тому, что сейчас беспилотные грузовики? А, не для России это не будет. Никогда этого не будет. Это могут сделать беспилотный грузовик. По трассе, к примеру, Москва-Питер. Выделив ему отдельную полосу. Типа как вот для автобуса. И он конкретно будет по этой автобусной полосе будет ездить. Но никогда беспилотник не пойдет, к примеру, с Москвы на Уренбой. По земле будет? Вообще не пойдет, потому что это менталитет русского народа. Его либо он попадет куда-то в аварию, либо замерзнет, либо вообще не сможет понять. Потому что он же будет настроен на... Его надо, вернее, настроить в отдельную полосу, для него не выделить. Если выделят отдельную полосу, это будет мини-железнодорожный транспорт. Я вообще не представляю, потому что если, допустим, какой-то на легковой, обдолбанный, обмороженный, я не знаю, встретится беспилотник, беспилотник просто не поймет и не сможет предугадать его действия. Поэтому это где-то нужно только на ровной трассе, а в особенной полосой. Вот там будет... Поэтому насчет этого я не переживаю, что я останусь на этой работе. У него будут заложены программы. К примеру, даже если взять эти мосты, вот он подъедет к мосту, он увидит 18-то, он прочитает мосту свою и скажет, а мне сюда ехать нельзя, а ехать лучше тех пор. Ну да, кстати, получается, дорожники наши препятствуют прогрессу. То есть, значит, если беспилотника, значит, изначально в него нужно вводить данные, которые способны к нарушению этих правил. А зачем? Зачем меня где-то на робота, когда я водитель так же может наручить? Слушай, а вот эта вот знаменитая взаимовыручка дальнобойщика, она есть на самом деле? Вы друг друга выручаете, если что, помогаете? Да, да, много есть, конечно, говнюков, но в основном, в основном, если, допустим, крикнуть по рации, там кого-то что-то спросить, всегда, в общем-то, отвечаю. Парень ехал, у него датчик отказал, или я не знаю, что так получилось, почему. Просто соляра кончилась, дала машина. Все, просто по рации кричу, что ребята, дайте соляру доехать на правду. Нормально, помогают? Ну, конечно, что тут, да, я, допустим, останавливался, я с него даже деньги не взял, но дал ему конец соляры. Нет, в плане этого, да, молодцы ребята. Как стать дальнобойщиком? И стоит ли вообще посоветовал бы ты людям становиться дальнобойщиком или нет? Сейчас она не в почете, это работает. Это от человека зависит, если... Это ж не просто сел и рулишь, то есть это, наверное, уже в крови. Хотя я в свое время учился в институте, сбросил в институт, пошел в армию. С армии пришел, восстанавливаться не стал, хотя была возможность восстановиться. То есть я хотел именно водителя. Наверное, мой девиз по жизни, что лучше быть водителем со знанием директора, чем директором со знанием водителя. Ну, когда какой-нибудь директор, который ничего не соображает, вот это уже намного сложнее. Как для предприятия, так и для рабочих, которые работают под руководством этой дирекции. Поэтому я не жалею, что происходит. Неблагодарная работа сейчас получается у нас. Почему? Потому что стало очень много желающих, когда покупали в свое время машины, и начинают работать. То есть, получается, парк машин увеличивается в два с лишним раза, а работа, то есть предприятия, где-то сократились. Ну, допустим, даже если взять пример, что осталась работа та же. Количество объема этой работы осталось только. Но парк автомобиля увеличился в два-три раза. Поэтому, естественно, начали кредиты те, лизинги отбивать. Брались за работу лишь бы-лишь бы, лишь бы что-то заработать, чтобы отдать этот объем. Поэтому ценники начали падать. Появилось очень много диспетчеров. Прокладки между работодателем и водителем, которые как минимум 50%, это минимум. А все остальное, то есть они ничего не делают, просто связывают водителя с предприятием каким-то, они берут от 50% до 100%. Поэтому и... До 100%? Да, до 100%. А ты что получаешь тогда? А вот все остальное получает водитель. Это ужас, потому что столько этих халявщиков, а бывает несколько диспетчеров. А, 100% в смысле столько же, сколько водителей, столько же... Да, то есть если предприятие, к примеру, дает 100 тысяч, допустим, за эту работу, перевести отсюда до суда, диспетчер смотрит и берет половину, отпусывает и оставшиеся 50 тысяч отдает водителю. Фига не жирные коты. Да, я про это и говорю. Поэтому ставки начали падать, и сейчас ставки остались те же самые, какие были в 2008 году. Если бы, допустим, соляра была тогда, я не помню, по-моему, сколько... Ну, в три раза меньше, где топлива стоило. В три раза меньше. А ставка осталась тогда самая. Куда все идет? Хуже или лучше становится? Нет, лучше точно не становится. Хуже становится. Да. То есть водители зажимают, водители все хуже. Увеличивают какие-то налоги, все увеличивают, хотя... Ну, короче, выживают с рынка одиночек. То есть все уйдет, скорее всего, на группные фирмы, которые будут работать. Ладно, Олег, спасибо тебе большое мне выходить дальше в Уренгой. Тебе, я так понимаю, дальше ехать, да? Да, до Екатеринбурга. До Екатеринбурга. Удачи тебе. Пока, Олег. Желаю удачи. Пока-пока. Желаю удачи тебе, твоему грузу на этих потрясающих дорогах. Класс. Вы только посмотрите на них, друзья. Только поглядите на эти плиты. Разве может быть что-то круче, чем ездить по ним? Это единственная дорога. Единственная дорога. Другой нету. Ну, а мы что? Мы продолжаем с вами наше путешествие в Уренгой. Прекрасная природа. Вы только поглядите на ее. Ямальская природа настоящая. Вот так вот все выглядит здесь. Без купюр, без цензуры. Снег сошел. Обнажилось все, что здесь бросали за последнюю зиму. Идем дальше. Дальше ловить машину бесполезно. Мой путь в старой Уренгой лежит через реку Пур, по которой на машине проехать нельзя. Ну, вообще никак. Сейчас по этой реке идет только ледоход. И все переправы закрыли. С переправами отдельная история будет. Но сначала до них нужно дойти пешком. Погнали. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк под этим видео. Я дойду до переправы с судами на воздушной подушке. И мы с вами попадем в долгожданный Уренгой. Пока. Увидим мир вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Уренгой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова